А вы в курсе, что промышленный комплекс Краснодарского края включает более 7000 предприятий и металлургии, машиностроения, химического комплекса, легкой и стекольной промышленности, деревообрабатывающих и мебельных производств, производителей целлюлезно-бумажных изделий, предприятий строительных материалов. В этих компаниях сегодня трудится порядка 80 тысяч человек. Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы говорим и рассказываем о проблемах и достижениях края в разных отраслях, о вопросах, затрагивающих интересы всех жителей региона. И сегодня тема нашей программы – промышленная политика в Краснодарском крае. Промышленное производство – ключевая отрасль экономики Кубани, локомотив ее инновационного развития. В этом году в планах Департамента промышленности Краснодарского края увеличить объем промышленного производства до 4,5% по сравнению с прошлым годом. Крупные промышленные предприятия сегодня расположены в Новороссийске, Тимошевском районе, Армавире, Тихорецке, Кущевском районе. В Краснодаре, например, больше ста лет работает станкостроительный завод имени Седина, который переживает второе рождение. Сегодня это гордость и достояние края. Реорганизованный кубанский завод приступил к работе в августе 2018 года. Первый станок после длительного простоя цехов на заводе собрали уже в сентябре. Смотрим сюжет. Сейчас цех работает как часы станок за станком метр за метром. Новое руководство восстанавливает завод. Но главное богатство предприятия это даже не высокотехнологичные приборы, а люди. Это преемники Сединской инженерно-технической школы. Они считают своим долгом передать знания и опыт молодому поколению. Уже есть договоренность с Краснодарским технологическим университетом сделать на базе завода кузницу кадров будущих специалистов. Протачивать надо. Это что за уступки у тебя получились? Ладно, зайдем на день. Со старожилами предприятия встретился глава региона Вениамин Кондратик. Ему показывают обновленные цеха и станки. Да, изменилась мощность завода. Если раньше здесь собирали около тысячи машин, то сейчас порядка 150. Однако это не типовые станки, а приборы, созданные по индивидуальному запросу заказчика. Сегодня мы работаем на компьютерах. Производительность конструкторского труда выросла минимум раз в 10. То, что тут начинается работа и то, что есть перспективы, это очень хорошо. А перспективы действительно заманчивые. Сейчас конструкторский отдел работает над серией станков для рынка России и стран СНГ. Оборудование будут поставлять на предприятия тяжелой промышленности и даже на оборонный комплекс России. Строят планы на расширение производства. Планируется, что до 2020 года здесь будут работать до 300 человек. Исторический завод должен вновь заявить о себе на всю страну, считает Вениамин Кондратьев. Наша страна в рамках сегодняшних условий возвращается к собственному и станкостроению, и токарному производству. Завод имени Сенина будет очень важным звеном в этой новой экономике, в этой новой индустрии современной России. Очень важным звеном. Я думаю, даже одним из основных звеньев. В 2014 году предприятие попало в кредитную яму. Обороты средств отсутствовали. В следующем году предприятие объявили банкротом. Тогда губернатор края поставил задачу разработать проект восстановления на базе завода и найти инвестора. Преемником предприятия стал Южный завод тяжелого станкостроения. Сейчас про то темное время напоминают помещение, где еще не приступили к реконструкции. Хорошо, что вы говорите, это было. Это можно сказать, она доживала. И практически, я еще раз подчеркиваю, задача была максимальная, сделать так, чтобы здесь вообще ничего не было. И появился очередной какой-то жилой комплекс. Но слишком дорогая цена будет у этих жилых комплексов. Потеря нашего машиностроения, краснодарского машиностроения. Мы не можем такую цену платить за жилые комплексы. Не можем. Сегодня, сегодня, еще раз подчеркиваю, ни у кого нет сомнений. Здесь будет завод. Был, есть и будет. Руководство предприятия может рассчитывать на краевые программы и средства из фонда развития промышленности. Власти готовы поддерживать и развивать завод. Многие уже с ним попрощались, распрощались. И те ветераны завода, которые уже не работают. Они при встрече со мной два года назад говорили, что все, нету этого завода. Да и мы многие с трудом верили, что завод имени Сидина сможет возродиться. Что он не превратится в очередной микрорайон или жилой комплекс или торговый центр, а снова будет выпускать станки. Я еще раз подчеркиваю, не просто вернуть цех или станок к тому профильному назначению, изначально в котором он создавался. Но вы это делаете. Уже скоро предприятие включится в гонку за промышленными рекордами. В целом на развитие отрасли в этом году из фонда планируют направить 500 миллионов рублей. Деньги выделят на самые перспективные и выгодные проекты с минимальной процентной ставкой от 3 до 6 процентов. На Кубани действует краевая целевая программа развития промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентноспособности. В числе задач программы стимулирования субъектов деятельности в сфере промышленности к обновлению основных производственных фондов и внедрению новых технологий, а также создания условий для размещения новых производств. В этом году решением губернатора в регионе создан фонд развития промышленности. Его основная задача – предоставление льготных займов предприятиям на приобретение оборудования, проведение научных исследований, пополнение оборотных средств. Фонд выдает займы под 5-6 процентов годовых, в отличие от кредитных организаций. Промышленные предприятия, которым недостает финансирование, могут обратиться в фонд за поддержкой. Он уже выдал первые займы. На модернизацию и расширение производства пойдут 67,5 миллионов рублей. Уже известно, что одно из агрообъединений планирует строительство в Усть-Лабинске завода по производству продукции из полипропилена. Благодаря займу предприятие сможет приобрести оборудование на 50 миллионов рублей. Другая компания планирует модернизацию производства для увеличения ассортимента. Займы позволят сделать предприятиям значительный рывок вперед и создать новые рабочие места, уверен губернатор. Промышленность региона нуждается где-то в перезагрузке, а где-то приходится и вовсе начинать с нуля. Сегодня отрасли необходима особая поддержка, чтобы затем окупить сполна все вложенные средства. Общая капитализация фонда в 2018 году составила 500 миллионов рублей. В ходе рассмотрения поступивших заявок фонд будет выделять самые перспективные кубанские предприятия. Им будут предоставлены кредиты под 3-6% годовых, что значительно ниже рыночных ставок. Бизнес активно привлекает средства из федерального фонда. В прошлом году предприятия получили займы на 300 миллионов рублей. Но также власти Краснодарского края планируют создать сеть промышленных парков. Дискуссия о их создании прошла на бизнес-форуме «Дело за малым». Департамент промполитики края активно подбирает площадки для таких парков. Так, например, в Усть-Лобинском районе планируют открыть промышленный парк «Кубань», а в Аббинском – первый промпарк муниципального уровня. Это позволит сформировать благоприятные условия для инвесторов, готовых создавать и модернизировать новые и действующие промышленные производства, что положительно скажется на социально-экономическом состоянии края. Такие парки инвестиционно привлекательны потому, что на их территории создается единая инфраструктура для ведения бизнеса. В настоящее время в регионе действуют две подобные площадки, обе в краевой столице. В промпарке Краснодар завершается возведение инфраструктурных объектов. Действующий индустриальный парк «Компрессорный» уже полностью укомплектован. В текущем году его планируют внести в реестр Минпромторга России. Создание таких парков должно идти по пути государственно-частного партнерства, отмечают власти края. Так, в развитие промышленности на Кубани активно готовы вкладывать иностранные инвесторы. Например, бизнесмены из Вьетнама хотят открыть в регионе предприятия легкой и текстильной промышленности. Перспектива развития экономических отношений глава региона Вениамин Кондратьев обсуждал с чрезвычайным послом Азиатской республики в России, который с рабочим визитом приезжал в Краснодар. Делегация прибыла в Краснодарский край довольно внушительным составом. Это и инвесторы, и руководители различных предприятий, и политические деятели. Кубань и Вьетнам связывают давние партнерские отношения. В прошлом году товарооборот между краем и республикой составил больше 180 миллионов долларов. Создание совместных предприятий должно открыть новую страницу в партнерских отношениях, считает глава региона. Сегодня во Вьетнаме очень хорошо развита легкая промышленность, текстильная промышленность. Для нас это представляет потенциальный интерес, и развитие подобных отраслей промышленности для нас тоже является стратегическим сегодня направлением. Поэтому как вариант, конечно, создание совместных предприятий в отрасли легкой промышленности, текстильной промышленности. Интересуют вьетнамские бизнесы и деревообрабатывающая промышленность. На встрече с главой региона иностранные инвесторы заявляют о готовности сотрудничать и в этом направлении. Деревообрабатывающая промышленность – это одна из самых развивающихся у нас отраслей. И предприниматели из Вьетнама сегодня очень интересуют это направление. Мы наслышаны о кубанском лесе. В эту отрасль наши инвесторы особенно готовы вкладывать деньги. Мы понимаем, что только конкуренция из тех предприятий, в том числе деревообрабатывающих, которых у нас более 150 – это малый и средний бизнес, и один крупнейший деревообрабатывающий комбинат находится, только конкуренция может позволить делать более качественную и современную мебель, которую можно продавать как у нас в крае, как, конечно, в России, так и на экспорт. Поэтому мы готовы к тому, чтобы мы посмотрели на перспективу развития совместных предприятий по деревообработке, но которые будут, конечно, находиться в Краснодарском крае. Потому что экспортировать сегодня просто лес. Но я думаю, это будет неправильно и экономически невыгодно. Поэтому я думаю, что здесь надо подумать и все-таки найти взаимовыгодные пути решения. А направление очень интересное, очень интересное, в том числе и для нас. В поисках иностранных инвесторов для развития промышленности в крае помогают выставки и форумы, в которых регион участвует и которые проводит. Одна из крупнейших выставок – это международная экспозиция «Юг Агра». Смотрим сюжет. 650 компаний из 35 стран, 80 приглашенных спикеров, 30 дискуссионных площадок, 4 дня и масштабы, которые поражают своим размахом. Территория под Юг Агро сопоставима с 9 футбольными полями. В четырех павильонах последние новинки сельскохозяйственной науки. Техника, которая уже шагнула в будущее. Если климат-контроль в комбайне никого не удивляет, то нейросеть, внедренная в машину, вызывает неподдельный интерес. Отечественное программное обеспечение позволяет установить на любую агротехнику умный автопилот, который в процессе работы еще и самостоятельно обучается новым возможностям. Камера снимает изображение перед комбайном, перед трактором, перед сельхозтехникой и транслирует его ФПО. Программное обеспечение на основе нейронных сетей понимает и может анализировать, где находится препятствие, где находится кромка поля, где находится волок. Идентифицировать человека в поле, животное, столб. И уже дает команду на рулевое управление комбайна либо объехать препятствия, либо остановиться. Сельское хозяйство сегодня переходит на концептуально новую модель развития. Тяжелый ручной труд сменяют цифровые технологии, которые снижают потери урожая, повышают производительность и в целом увеличивают экономический эффект для Агропрома. Эта выставка обостребована еще раз по честному не только в нашем Краснодарском крае, во всей нашей стране и во всем мире. Юг Агро – это уникальная возможность учиться, принимать опыт, ну и, конечно, идти на шаг впереди своих конкурентов. За последние три года в регионе произошло самое масштабное техническое переоснащение парка сельхозмашин. На это ежегодно тратят около 12 миллиардов рублей, в том числе и в виде субсидий. Поддержку получают и те компании, которые локализуют свое производство в Краснодарском крае. Руководители известной международной марки в России заинтересовались такими возможностями и в разговоре с губернатором пообещали передать информацию на самый верх. Локализация производства – это еще и развитие конкуренции на рынке. Так, немецкая компания «Клаас», запустив выпуск техники в Краснодаре, невольно заставила развиваться и отечественные бренды. Все это в конечном счете играет на руку потребителю, фермерским хозяйством и агропромышленным комплексом. «Компания «Клаас» не должна отставать в определенной части, а максимально может быть и продвигаться, потому что от этого зависит сбыт, в том числе той техники, которую вы производите. И, конечно, выбор, в первую очередь, заселяны. Они должны иметь выбор, самое главное. Должны быть комбайны и тракторы «Росельмаша», должны быть тракторы «Клааса». Если вы где-то отстанете, где-то просеете, то здесь никого не нужно винить, кроме самих себя. Конкуренция, вы правильно сказали, только конкуренция определяет сильнейшего на рынке. Только так. А голосует рублем, конечно, всех просто товаропроизводителей. Но еще одно важное направление работы Департамента промышленности Краснодарского края – это борьба с контрафактом и фальсификатом. Руководитель Департамента промышленной политики региона Иван Куликов накануне принял участие в международном форуме «Антиконтрафакт-2018», который прошел в Москве. Его основная цель – организовать конструктивный диалог для выработки совместных решений в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции и для формирования цивилизованного рынка товаров и услуг. Незаконный оборот промышленной продукции имеет негативные последствия, поскольку он приводит к убыткам бизнеса и значительным потерям государственного бюджета. Немаловажным является и тот факт, что данная продукция зачастую представляет опасность для здоровья и жизни потребителей. Решение вопросов борьбы с контрафактом требует сегодня системного и комплексного подхода не только на региональном, но и на международном уровне. Как, например, бюджет Кубани ежегодно теряет около 1 миллиарда рублей из-за подпольных производителей цемента. Рейды по выявлению контрафактного материала проводят регулярно. О том, как в крае борются с фальсификатом в сфере промышленности, расскажем в нашем сюжете. В одной из краснодарских новостроек несущие конструкции рассыпаются словно труха. Это сняли на видео рабочие. Здесь опалубку залили, как оказалось, с использованием поддельного цемента. В Краснодарском крае почти половина тарированного цемента в мешках – контрафакт. Им торгуют на придорожных рынках. Ну и крупные гипермаркеты – не исключение. Последняя проверка показала, что только в Краснодаре в пяти магазинах был найден фальсификат. На упаковке указана прочность цемента, но она не соответствует действительности. Самый ходовой товар с маркировкой 500. Это означает, что один кубический сантиметр смеси может выдержать нагрузку до полутонны. Из такого цемента строят высотные здания. Он отлично подходит для фундамента и несущих конструкций. А материал с маркировкой 300 сильного давления не выдержит. Он годится только для отделочных работ. Дмитрий Супряткин может с первого взгляда определить, где цемент настоящий, а где опасная поделка. На протяжении 10 лет он выводит на чистую воду тех, кто прикрывается известными марками. Отсутствует адрес изготовителя, производитель данного цемента. Кроме того, отсутствует сертификат соответствия, как на оригинальном мешке, где указывается его номер, срок действия, по какой он действует. И кто выдал, кто орган, выдавший данный сертификат. Вот так на рынках продают цемент от якобы известного производителя фирменной упаковки. Убедиться, что стройматериал на прилавке подлинный, можно изучив надписи на мешке. Наименование марки, класса цемента, контакты производителя и знак госстандарта. За прошлый год предприятия Кубани произвели около 5,5 миллионов тонн цемента. Наша конкретно производство имеет мощность 2 миллион тонн цемента в год. Соответственно, с учетом завода «Пролетария» Верхнебаканский, мы полностью можем обеспечивать Южный регион высококачественным цементом. Качество цемента определяет его состав. На заводах обычно смешивают карбонатные и глинистые горные породы, но в Новороссийске ставку делают на мергель. Это природный сплав двух составляющих качественного цемента. Здесь цемент после помола отправляют в отдел технического контроля. Специалисты проверяют не только собственную продукцию. На экспертизу съемочная группа «Кубань-24» привезла один из мешков поддельного стройматериала. Хрупкий цемент состоит из различных примесей, таких как зола и шлак. Их доля может достигать от 30 до 60%. Такой состав не способен выдержать давление стен даже в частном двухэтажном доме. Между тем, цемента, который производят в регионе заводы по технологическим нормам, достаточно, чтобы выполнить заказы всех стройплощадок в крае. Для нас очень важно сегодня, чтобы та продукция, которая производится, она отвечала всем требованиям. И мы, к сожалению, фиксируем сегодня факты наличия на рынке продажи строительных материалов продукцию некачественную, продукцию контрафактную, промышленную продукцию. Эти объемы оцениваются в порядка 25% от общего объема торгового цемента. Или в деньгах, к примеру, наши предприятия теряют около 1 миллиарда рублей ежегодно. Но самое страшное – подделки угрожают жизням кубанцев. С контрафактом сейчас борются на краевом уровне. В регионе создана специальная межведомственная комиссия, задача которой – не только убрать некачественный цемент с полок магазинов, но и закрыть незаконных производителей. Ну и предлагаю в завершении нашей программы вернуться к краевой программе развития промышленности. Она сегодня представляет 6 видов субсидий предприятиям по кредитам, лизинговым платежам, инвестиционным проектам. Возмещаются затраты на подключение к инженерным сетям. Сегодня на поддержку промышленных компаний Кубани выделяется 100 миллионов рублей ежегодно. Ну вот еще цифры, которые говорят сами за себя. Это налоговые поступления в бюджет региона от промпредприятий. За 8 месяцев 2018 года в краевую казну поступило больше 6,5 миллиардов рублей. Ну и на этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Вы смотрели программу «В курсе». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова